Метагурское времечко в прямом эфире. Друзья, напоминаем, наш вопрос сегодня звучит. В чем познаются друзья? Что такое дружба? Что вы об этом думаете? Да, и, наверное, каждый с детства помнит выражение «собака – друг человека». Пожалуй, с этим на 100% согласится наш сегодняшний гость, а точнее наши сегодняшние гости. У нас в студии Дмитрий Казаков, собачник, глава комитета соревнований «Стальной рубеж» и его четвероногий друг, собачка Эрика. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, это действительно верно? Собака – друг человека. В чем эта дружба проявляется? Безусловно. Собака – это, наверное, самый преданный друг. Собака – это существо, которое тебя всегда поймет, всегда поддержит и всегда будет рядом, несмотря ни на что, несмотря на то, кто ты и где ты находишься. Ну вот у вас именно такой друг. Расскажите, пожалуйста, о собаке вашей. Где вы когда познакомились? С щенком ли она к вам попала? Эрика попала ко мне щенком. Это было уже три года назад, также весной. Ушел я в плаванье, вернулся, а дома маленький щеночек. Вот. И этот щеночек рос, 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 становился все больше, и тут уже задался вопросом, что этого сыночка… Щеночка. Щеночка, даже сыночка. Нужно как-то воспитывать. Собака – это северная, северная ездовая. Соответственно, воспитание специфическое. То есть, только методом пряника, никакого кнута. Вот видите, открытая душа. Ну такая своенравная, да, то есть получается. Да, она с одной стороны своенравная, с другой стороны, все-таки это очень преданная собака. Она привыкшая работать, это труженик. И у нас сформировался спортивный тандем. Мы выступаем на соревнованиях вместе. Мы завоевываем награды. А вот у вас еще одна из собак и тоже хаски, да? Там ситуация-то другая, да? Да. Со второй собакой сложилось так, что мы ее подобрали с улицы. Не секрет, что у нас хаски очень популярны, но многие люди, взяв такую собаку себе, просто не справляются с ней. И сейчас можно увидеть объявление, что таких собак находят на улице, притом находят в плачевном состоянии. Также мы нашли и вторую собаку. То есть, она была, как обычная бродячая собака. Брошенная. Да, брошенная, забытая людьми. Ну в каком возрасте примерно она была? Ориентировочно это было где-то три года. Притом мы ее нашли еще и с нагулиными щенками. Полгода где-то заняло восстановление этой собаки. И психологическое, наверное, в том числе? Конечно. Собака, которая погуляла на улице, на ней все-таки остается отпечаток улицы. И отношения людей. Поэтому мало того, что нужно собаке восстановить здоровье, нужно еще ее и социализировать. Потому что собака берется в семью. И это, наверное, еще даже более сложный процесс, чем восстановление здоровья. А как именно восстанавливается в таком случае собачка? Именно про социализацию. То есть социализация, во-первых, сложилась ситуация, что две собаки. Да, да. Одна собака хозяйка, другая гостья. Здесь получилось работать на, как сказать, в том, что у собак возникла конкуренция за внимание хозяина. Каждая собака пыталась больше времени получить. Соответственно, они где-то конкурировали. Вели себя зачастую, конечно, плохо. Но результат конкуренции ввылился в то, что собаки сейчас хорошо выполняют команды. Вторая собака у нас, к сожалению, в соревнованиях не участвует. Ну, вероятно, потому что с детства надо воспитывать, да? Да, воспитывать надо с детства. Та собака, она просто стала членом семьи. Коль же взяли для себя такую ответственность. Понятно. А бывали ли случаи, когда ваши собачки вас каким-то образом, не знаю, выручали? Предупреждали ли, может быть, о какой-то опасности, или лаяли вовремя, или еще что-то такое? Это лучшие звонки в квартире. Серьезно? Конечно. Кто-то идет по подъезду, все, она чует. Да банально, уже подъезжаешь к дому, еще даже в подъезд не зашел, а собака уже знает, что ты приехал. То есть она различает звук работы мотора. Ничего себе. И вот, кстати говоря, продолжая тему брошенных собак, нельзя забывать о том, что братья наши меньшие нуждаются в нашей защите очень часто. И вот сейчас мы вам покажем историю, которая произошла еще в январе, неподалеку от Магнитогорска, на обочине дороги, сидел маленький щеночек рядом с мертвой матерью. Сидел целыми днями. Это заметили неравнодушные магнитогорцы и попытались забрать щенка, чтобы пристроить его в добрые руки, но не тут-то было. Он не подпускал к себе людей ближе, чем на 15 метров. Объединив усилия, в один из дней зоозащитники все-таки поймали малыша. К этой операции подключились 17 человек. Магнитогорское времечко в прямом эфире, друзья. Дмитрий, вы же не просто рядовой собачник, вы же и в соревнованиях участвуете. Расскажите о достижениях. Все началось у нас с того, что мы поехали на первое соревнование в Свердловск, в Екатеринбург. И первые же соревнования для нас обернулись успехом. Мы привезли первое место. Впоследствии также ездили и в Екатеринбург. В прошлом году мы участвовали в соревновании по Челябинскому, в Слюдоруднике. Но все-таки ввиду того, что больше уходим в организаторскую деятельность, самим уже в соревнованиях участвовать тяжело. Эрика на грядущих соревнованиях будет участвовать. Но она будет участвовать уже отдельно от меня. Ввиду ограничений. Давайте я напомню, что уже совсем скоро, 13 мая, на территории горнолыжного центра «Металлург-Магнитогр» состоятся уникальные состязания всероссийского уровня «Стальной рубеж», где в различных дисциплинах будут соревноваться ездовые собаки. Расскажите, что нас ждет на этих стартах. Соревнования эти уже проходят в третий раз. То есть они стали для нас традиционными. И в этом году они приурочены, безусловно, к 85-летию ОММК. На соревнованиях зрители ждет, как сами соревнования, то есть спортивная составляющая. К нам приезжают спортсмены с Уралы по Волжье. То есть довольно-таки широкая география. Это Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Челябинск и так далее. Интересная будет борьба. Дмитрий, ну вот человек, который никогда не слышал о «Стальном рубеже» и даже понятия не имеет, он представляет, что это ездовые собаки. А как это выглядит, на чем? То есть во что запрягаются собаки? Как это может быть человек, как он бежит, едет? Вот немножко об этом. Летом предполагается несколько дисциплин. У нас будут представлены дисциплины «Коникросс». То есть это когда человек пристегнут к собаке специальным снаряжением, и они бегут вместе в тандеме. Также будет дисциплина «Байкджоринг». Это велосипедисты, и когда собака тащит велосипедиста, то есть опять же тандем работает. И дисциплина «Скутер». Это своеобразный самокат на больших колесах, и одна либо две собаки его тащат. Дистанция у нас будет 3,5 километра. Дистанция, честно признаюсь, сложная, гористая. И будет борьба, за которой будет интересно посмотреть. Но это не все. Для зрителей мы готовим и обширную развлекательную программу. То есть там можно будет не только посмотреть на соревнования, но и увидеть выступления творческих коллективов. Можно будет пообщаться с собаками. То есть это и канистерапия, и другие различные контактные собаки. Будут показательные выступления кинологов. Люди увидят, как собаки задерживают преступников, как они показывают образец послушания, танцы с собаками. То есть довольно-таки широкая будет программа. Но там вот именно ездовые собаки будут, или там широко породы будут представлены? Нет, мы не ограничиваемся ездовыми собаками. Мы это делаем в фестиваль, в принципе, любителей собак. Поэтому будут представлены породы от самых маленьких до самых больших. И они тоже будут участвовать в соревнованиях? В соревнованиях преимущественно участвуют северные ездовые породы. Но помимо этого у нас есть и доберманы, есть специализированные гоночные метисы. У нас в соревнованиях участвуют даже маленькие бигли. Отлично. Ну, о том, как вообще вам пришла такая идея в голову организовать этот фестиваль, назовем его так, давайте поговорим чуть позже. А у нас, кстати говоря, есть сюжет о том, как проходил стальной рубеж год назад. Ну и перед тем, как мы посмотрим этот сюжет, напомню, что тема, наш вопрос сегодня, в чем познаются друзья, звоните. 24 55 11. Ждем ваших звонков, друзья. Бега в собачьих упряжках в России имеют давнюю историю. Но известны больше гонки на санях и зимой. А вот чтобы летом по горам и долам, такое пока еще в новинку и не только для магнитки, а в принципе для нашей страны. Четыре дисциплины. Каникросс, байджорген, скутер и карт. 69 участников и непростая дистанция пересеченной местности длиной в 3,5 километра. Ну, уровень трассы достаточно неплохой. Сложность, скажем так, средняя. Особо сложных моментов там два. В начале остальные, в принципе, достаточно спокойные. Трасса достаточно хорошо сделана. На каждом этапе в каждой дисциплине свои тонкости. Например, каникросс, бег на поводке с собакой – самая трудная категория для человека. Как бы не задыхался от бега хозяин, приходится отдавать команды. В гонках на велосипеде, байкджоринге уже больше зависит от собаки, вернее, от подготовки питомца. Еще одна категория – упряжка в скутере. Хозяин помогает питомцу, отталкиваясь ногой, как на самокате. И самый зрелищный – карт. Этап, наверное, комфортный для человека, но очень тяжелый для собак. У меня есть лидеры, первая пара, которые слушают, безусловно, мои команды. То есть, если я сказала право, они идут право, лево, значит, они идут лево. То есть, не каждая собака, ну, как говорят, в принципе, может каждая собака лидировать, но в каждую собаку вкладываешь по-разному по времени. То есть, кто-то, прям вот, рожден быть лидером, его ставишь, и он бежит практически с первой, третьей тренировки. А кого-то можно годами набегивать, и из него только, может, ничего не получится. Успех в таких гонках строится на тесном сотрудничестве хозяина и питомца и на знаниях собачьей психологии, говорит заводчица Марина Максимова. В ее питомнике в Челябинске 20 собак породы якутские лайки и сибирские хаски. И к каждой нужен свой подход. В магнитку на стальной рубеж спортсменка-упряжница привезла 14 питомцев. Мишка. Мишка молодец. Мишка. Да, молодцы, Мишка. Это фанаты своего дела. Они болеют за это, они живут своими собаками. Яркие финалы, драматичные сюжеты, победители и кубки. Первый опыт оказался более чем удачным. И теперь организаторы и вдохновители состязания «Стальной рубеж» «Союз молодых металлургов» с воодушевлением планируют сделать такие соревнования традиционными. Магнитогорское времечко в прямом эфире. Ну вот этот сюжет сейчас проиллюстрировал, собственно, вот, Дмитрий, ваши слова. Как происходят соревнования. Нам было бы интересно узнать, как они вообще, в принципе, в нашем городе зародились. То есть, чья была идея, инициатива? Вы сказали уже сколько, три? Это уже третье соревнование. Третье соревнование уже. То есть, как они появились, очень интересно. Есть ли аналог где-нибудь? В какой-то момент просто пришло понимание, что участвовать самому, да, это интересно. Но интересно развивать, в принципе, вид спорта на новой территории. А учитывая, что в городе это все в большинстве своем были разрозненные какие-то энтузиасты, нужно было их как-то объединить. Как объединить? Нужно создать что-то большое, масштабное, какую-то такую тусовку, где люди могут собраться. И в ездовом спорте это как раз соревнования. Ближайшие соревнования от нас проходили только в Екатеринбурге. Для многих людей это очень далеко. Притом, опять же, нужно растить юниоров. И пришло понимание, что надо делать самому все. Но самому сделать, опять же, тяжело, нужна поддержка. И поддержку удалось найти в Союзе молодых металлургов и ММК-курорт, управляющий компанией. То есть удалось убедить людей, что да, это нужно. И найти отклик и понимание в их сердцах. Здесь, безусловно, хочется выразить благодарность Павлу Владимировичу Шиляеву, Сергею Валентиновичу Кривощокову и Александру Сергеевичу Петрикееву. За то, что они откликнулись, за то, что поддержали. Именно на вот этом стартовом этапе, на самом тяжелом. За три уже, за двое проведенных соревнований, вот к третьему, у нас сформировалась довольно-таки большая команда. То есть команда профессионалов, которые это все готовят. Мы набрались опыта где-то на своих шишках, где-то перенимали опыт других. Но соревнования с каждым разом становятся все лучше и лучше. То есть тот вот трудный старт, сейчас он вылился в то, что соревнования собирают спортсменов. Спортсмены едут уже ради трасс, ради наших великолепных трасс, которые, получается, построить. Ради качественной организации. Не только, может быть, уже Магнитогорские, уже откуда-то приезжают? Да, у нас на каждые соревнования, в принципе, и на первые, едут спортсмены с Урала и по Волжье. То есть у нас посещали спортсмены с Тюмени, с Уфы, с Екатеринбурга, с Челябинска, с Самары, с Волгограда. География обширна. Насколько наши спортсмены смотрятся на их фоне? Убедительно, да. Наши спортсмены растут в своем мастерстве. То есть первые соревнования, они послужили толчком к созданию своеобразной сборной города. У нас начали расти юниоры, а появление юниоров, это уже говорит о том, что спорт вышел на новый этап. И спортсмены выступают не только на местных соревнованиях, они начинают выезжать на соревнования и занимать также призовые места. То есть это Уфа, Челябинск, Екатеринбург опять же. Ребята ездили на поволжские гонки. Вы говорите юниоры, а юниоры, это речь идет о людях или все-таки о собаках? Или это команда вообще? Кто побеждает? Побеждает именно команда. Отвечая на вопрос про юниоров, это, конечно, дети. Дети. Да, у собак есть жесткие ограничения, со скольки они могут выступать. То есть это не младше 15 месяцев. А дети берут таких собак и уже гоняются с ними. Победить только за счет собаки или только за счет спортсмена невозможно. Должен работать тандем. Потому что сильная собака приведет, возможно, даже к травме спортсмена за счет того, что он не сможет с ней справиться. А сильный спортсмен со слабой собакой тоже это как бы не получается. Поэтому нужно работать вместе, нужно развивать как собаку, так и развиваться самому. И только работая вместе, в паре, со своим другом, верно, только так получится достигать результатов. Здорово, отлично. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу и не переключайтесь. Магнитогорское времечко в прямом эфире. Говорим о дружбе сегодня. Ну так, Дмитрий, расскажите, а как вообще проходит подготовка к соревнованиям? Подготовка к соревнованиям начинается с момента окончания предыдущих соревнований. Сразу? Да, сразу. Это без какого-то, так сказать, отдыха, передышки. Начинаем непосредственно готовиться. Каждый раз ищем новую конфигурацию трассы. То есть к нам в первую очередь едут из-за трасс. Потому что трассы интересные, гористые и большинство регионов проведения этим обделены. Мы же можем создавать довольно-таки интересный рельеф. Как только сошел снег, уже выходят специалисты, которые расчищают. То есть на трассе не должно быть каких-то острых камней, стекол, опасных препятствий. Впоследствии уже перед самой гонкой устанавливаются улавливающие сетки. Трасса маркируется, размечается в соответствии с требованиями. Где-то на опасных участках мы укладываем даже маты. То есть мягкие. В принципе, придерживаемся принципа безопасность превыше всего. А как дрессируются спортсмены, вот эти вот четвероноги? Как проходит процесс дрессировки? Как объяснить, да, что нужно бежать вот здесь, никуда не сворачивать, прямо и быстро. Да, потому что издовые собаки, они управляются только голосом. То есть никаких кнутов там нету. То есть все только голосом. Собака начинает воспитываться гонком с малых лет. То есть ее еще щенком, не давая ей нагрузку, ты приучаешь, что с этой стороны лево, с этой стороны право. Это все учится на прогулках, в игровой форме. И собака постепенно, она запоминает, она понимает уже эти команды. И когда уже подходит момент дать ей нагрузку, первую нагрузку, чтобы она потянула, собака уже может держать направление заданное. При этом собака также, ты ее обучаешь ускорению, замедлению, учишь обгоном. Впоследствии с соревнованиями это мастерство только оттачивается. Собака учится с каждой гонкой. Она становится опытнее, так же, как и люди. То есть спортсмен становится опытнее, собака опытнее, и вместе тандем растет. Как дрессировали Эрику? Эрику, когда она была еще только щеночком, мы с ней ходили по парку. И каждый поворот проговаривали. То есть мы поворачиваем направо, ей говоришь направо. Поворачиваешь налево, лево, вперед, стой. То есть к услугам профессиональных дрессировщиков не прибегали? За консультациями обращались, но в основном все-таки старался сам. То есть получается, любой человек, который заводит собаку себе, в частности, ездовой, может быть, он в принципе азы дрессировки может постичь. Или с помощью интернета, с помощью советов опытных людей. То есть теоретически это возможно? Да, это возможно. И у нас в городе не проблема обратиться к специалистам, если возникают какие-то сложности. Все люди открыты и всегда подскажут, помогут. Замечательно. Ну вот насколько важно хаски, вот именно такое воспитание спортивное, чтобы оно было? Потому что есть же собаки, которые нигде не участвуют в никаких соревнованиях. Есть породы, да, такие, которые... Ну приобрели для красоты, да, на диванчик посадил рядом с собой. Для красоты оно и выливается в то, что с собаками начинают возникать проблемы. Хаски – это собака активная, подвижная, в ней очень много энергии. И ей эту энергию нужно куда-то выплескивать. Соответственно, она может выплескивать ее либо в спорт, либо, как многие люди обращают внимание, в разрушение. Если мы не занимаемся спортом, если нам некуда выплеснуть энергию, то мы с удовольствием съедим диван. Ничего себе. Все отлично, да. То есть те зрители, те, кто решил завести себе хаски, обратите на это, пожалуйста, внимание, чтобы потом не было, не появлялись на улице выброшенные вот эти вот прекрасные, на самом деле, собачки. Хочу заметить, что телезрители могут подумать, что о какой энергии, да, вот мы говорим, если собака одна. Прежде чем попасть к нам в студию, собака такой кросс хороший сделала. Немножко так мы ее подмотали, и поэтому она вот так вот лежит у нас тут с удовольствием. Мы очень переживали, собственно говоря, как она будет здесь себя в студии вести, а нет, смотрите, собственно говоря, как прямой эфир пошел, она сразу успокоилась, легла. Другая собака совсем была. Друзья, я сейчас предлагаю посмотреть еще один сюжет. Он к собакам непосредственно не имеет отношения, но зато имеет отношение к теме нашей программы. Он о дружбе. Ну, кстати говоря, может быть, о женской дружбе, о которой ты вот сказал, что существует такое клише, что женской дружбы не бывает. Давайте посмотрим. В легкоатлетическом манеже накануне прошел второй этап конкурса «Профсоюзные девчата», который проводится среди сотрудниц ММК и его дочерних обществ. Да, во время сюжета ждем ваших звонков 24 55 11, наш телефон «В чем познаются друзья?» В «Товорское времечко» в прямом эфире, и у нас есть звонок. Антон нам дозвонился и хочет сказать, в чем познаются друзья, что такое дружба. Антон, вы на связи говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что друзья должны познаваться все-таки в каких-то радостях, потому что в горе есть люди, которые всегда готовы пожалеть, у них профессия такая, наверное, зол души помочь тебе, когда тебе плохо. А вот когда тебе хорошо, когда нужно это вот как-то вот ярко отметить, тут нужны именно друзья, потому что именно друзья смогут понять, на какой ты волне, и вместе с тобой это отметить, прочувствовать это. Антон, у вас много таких друзей, которые вот именно в радостях познаются? Обязательно. Обязательно. У меня весь коллектив на работе такой. Спасибо, Антон, за звонок. Спасибо. Ну вот один из вариантов, что друзья у нас в радости познаются. Почему нет? Ну, напомним, сегодня у нас в гостях, у нас два гостя сегодня. У нас в гостях Дмитрий Казаков, глава оргкомитета соревнований «Стальной рубеж», и Эрика «Ездовая собака». Мы говорим о том, что собака не только друг человека, но и еще, так сказать, его двигатель и в здоровом образе жизни, так сказать. Кто из вас, кого больше тянет, так скажем, на прогулку? Как у вас вообще жизнь собачника? Это ведь все-таки отличается, да, от жизни простого человека? Режим, например. Она отличается. На улице дождь, снег, метель. Ну, с утра ты встаешь и идешь. То есть утро собачника начинается не с кофе. Не с кофе. А вот существует мнение, что хаски абсолютно миролюбивые собаки. Это так? Да, у этих собак вообще, у хаски и, в принципе, у северных ездовых на генетическом уровне убиралась агрессия к человеку. Так что эти собаки, они прекрасно ладят с детьми, прекрасно уживаются в семьях. Опять же, если не забывать им давать должную нагрузку. Вы сказали, на генетическом уровне прививалась. А можно в историю чуть-чуть узнать, каким это образом убиралась? Селекции. Отбор? Жесткий отбор. Ну, понятно, собаки, которые проявляли какую-либо агрессию, да? Они не в разведении. Все понятно. А вообще, они за хозяином-то постоять могут? У этих собак нет охранных каких-то свойств. И, в принципе, к ним не предъявляются такие требования. Это собака тяговая. Ее задача передвигать грузы, передвигать людей. А для охраны она может защитить тебя от какого-то животного, но против человека она не пойдет. И попытки настроить таких собак для охранных средств, они приведут только к ломке психики. То есть, обязательно породу надо учитывать. То есть, для чего вы берете собаку, это нужно понимать всегда. Безусловно. Вы, кстати, сказали, что к детям хорошо. Может быть, у вас есть какие-то примеры, как вот Эрика ладит с малышами? У меня есть племянник, который что с Эрикой, что с второй моей собакой Ладой, они прекрасно уживаются. И, в принципе, это лучшие друзья. У них такая маленькая банда, которая может, допустим, кухню разорить немножко, либо какие-то другие еще шалости. Но собаке к нему очень хорошо относятся, несмотря на все проделки и проказы. И он в то же время, ребенок учится, учится ответственности, учится, как ухаживать, учится, что нельзя обижать, что это живое существо, ему можно тоже сделать больно. Это понятно. А как собаку-то приучить к тому, что могут быть маленькие дети? На мой взгляд, самое главное, это не делать ту ошибку, которую допускают многие родители. То есть появился ребенок, внимание только ребенку. И они забывают напрочь о собаке. У собаки возникает ревность. Если не допускать вот этой ревности, а как-то дозировать внимание, да, ребенок, ребенок, но это животное, это тоже член семьи, и мы взяли за него ответственность. Соответственно, нужно дать внимание, не забывать, если не возникает ревности, то и не возникает проблем. Они уживаются. На этой позитивной ноте, Дмитрий, я хочу поблагодарить вас, что вы сегодня так на наши вопросы очень полно ответили, познакомили нас с вашим замечательным другом. Я напомню, что у нас в студии был Дмитрий Казаков, глава Оргкомитета соревнований «Стальной рубеж» и его четвероногий друг. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам. Спасибо большое. Друзья, мы продолжаем, и сейчас время нашей постоянной рубрики «Как живете победителем». Наши корреспонденты приходят в гости к ветеранам Великой Отечественной войны, общаются с ними, поздравляют с наступающим Днем Великой Победы. И хочется сказать большое спасибо за предоставленные подарки, продуктовые наборы. Мы благодарим наших постоянных партнеров, компанию «Ситна». Сегодня вы узнаете историю Раисы Степановны Максимовой, которая во время войны была медсестру и спасала жизни раненых советских солдат. На этом наш эфир подходит к концу. И я напоминаю, что 13 мая на территории горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск» состоятся уникальные состязания «Стальной рубеж». Начнутся они в 10.00. Зрители ожидают масштабная развлекательная программа, выступления творческих коллективов, показательные выступления кинологов, любительские старты и, конечно, общение с четырехлапами питомцами. Это настоящий семейный праздник, где каждый найдет что-то для себя. Приходите, будет интересно. Уважаемые телезрители, спасибо, что сегодня были с нами. Я напомню, мы говорили о дружбе. Все, кто присоединился к нашему разговору, большое вам спасибо. И хочется поздравить всех с наступающим Днем Великой Победы. И напомнить, что телекомпания ТВИН будет вести трансляцию. И увидимся в эфире. И на параде. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok